МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Справки. 14-я дивизия СС по-немецки называлась Галиция, по-украински – Галичина. Ее сформировали из добровольцев, выходцев из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Галиции. В июле 44-го дивизия насчитывала 15 тысяч человек. Командовал ею немец – бригаденфюрер СС Николаус Хейнман. Немцами были и командиры полков дивизии. То это все, что мы дистали от немцев – зброю и вишки. В отбор был, я бы сказал, очень совестный. В первых двух недель до дивизии Галичина согласилось как по-настоящему 85 тысяч добровольцев. Осенью 43-го части боролись с партизанами, а летом 44-го в 20 километрах от Львии фронта держали второй эшелон обороны. Немецкие военачальники в целом отрицательно оценивали боеспособность дивизии. Из воспоминаний генерала фон Милентина. Галицинская дивизия СС, оборонявшаяся в лесу, не смогла оказать сильное сопротивление, и русские глубоко вклинились к позиции нашего корпуса на левом фланге. Все попытки вырваться из котла, окруженных под бродами немецких частей, дивизии Галиции провалились. И к 22 июля они сдались в плен. Переформированные оставшиеся части дивизии Галиции были направлены на подавление Словацкого восстания. Позже дивизию задействовали в борьбе с югославскими партизанами, а в мае 45-го части Галиции сдались американским и британским войскам. Под влиянием Ватикана, рассматривавшего солдат дивизии Галиция как хороших католиков и преданных антикоммунистов, англичане изменили их статус в военнопленных на сдавшийся вражеский персонал, в результате чего они не были выданы Советскому Союзу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok